всем привет канал get и класс с вами андрей щетников я продолжаю тему куда исчез заряд конденсатора только нас теперь вместо конденсатора ровно в такой же схеме будут пружины благодаря подписчику под никнеймом который эту модель предложил то есть мы заменяем электрическую схему на механическую и устроена она будет так но у нас там в первой схеме один за один конденсатор был заряжен 2 не заряжен здесь мы делаем так берем пружину длины l и растягиваем ее так что длина становится l плюс x закрепляем конец жестко в этом месте приставляем к ней еще одну пружину длины l не деформированную и закрепляем ее второй конец энергия пружины это к x квадрат пополам вот эта энергия вот этой пружины сейчас а эта пружина не растянута энергия деформации равна нулю а потом мы берем вот эту штуку которая у нас сейчас была закреплена и ну как-то там держалась внешне и освобождаем пружины подергались и установилась новое состояние обе пружины растянуты одинаково значит первая пружина растянута на x пополам и вторая пружина растянута на x пополам теперь считаем энергии энергия пропорционально квадрату деформации если деформация пружины стала в два раза меньше значит энергия деформации стала в четыре раза меньше поэтому если здесь была какая-то энергия е0 то здесь энергия этой пружины е0 на 4 и здесь тоже деформация такая же е0 на 4 а всего в сумме здесь четверть исходной энергии и здесь четверть исходной энергии всего в сумме сейчас здесь в деформации запасена половина исходной энергии ровно то же самое что было с конденсаторами ничуть не отличается ну и как обычно тот же самый вопрос а куда вторая половина энергии делась и ответ по сути тоже такой же самый если бы как это надо сказать ну вот когда мы отпустили вообще говоря пружины дергаться начали а вовсе не вот так вот сюда проплыли они бы сюда проплыли и остановились бы посредине если бы демпфировалась очень сильно эта точка ну там например это все было бы в очень вязкой среде какой-нибудь ну и это демпфирование значит продирание через эту вязкую среду половину энергии съела бы точно так же как пропускание зарядов нашей первой ситуации съела половину энергии которую имел первый конденсатор половина энергии ушла в тепло ну и схема полностью такая же деформация пружины это все равно что заряд конденсатора пружины имеют какую-то массу и эта масса это все равно что индуктивность в ситуации с электрической схемой это то что не как это не позволяет мгновенно меняться ведь мгновенных изменений невозможны мгновенные изменения поэтому все за какое-то время так сказать происходит это болтание а этим определяется частота колебаний же значит деформации а нет извиняюсь частота колебаний определяется жесткостью и массой конечно так надо сказать значит это у нас амплитуда x здесь будет ну на самом деле x пополам если уж совсем точно демпфирование будь то сопротивление среды в которой все это происходит или внутреннее трение в пружинах это все равно что сопротивление ну в той схеме с конденсаторами электрическое сопротивление это мы имеем ровно такой же механический аналог ну и я очень надеюсь что вы не будете сейчас говорить что я тут кого-то троллю потому что я аккуратно разбираю реальное решение задачи а если кто-то считает что я неправ но может быть задуматься стоит немножко потому что ну комментарии к предыдущему ролику меня немножко ну как это сказать ну скажем так разочаровали очень много написано того что человек пишет не думая считаю что физики опять ошиблись а он конечно прав ну уважаемые давайте немножко задумываться и всем нам будет больше пользы от того что здесь мы делаем вы ведь наверное зачем ты этот канал смотрите я думаю я надеюсь все таки для того чтобы подумать и подумав что-то понять спасибо вам большое за внимание